виталий приветствую тебя очередная встреча собственно обсуждаем рынке по старой доброй традиции говорим о новостях фундаментальном фоне подсвечиваем самые интересные торговые возможности поэтому друзья поскольку контент его суд не меняется если есть какие-то пожелания фидбэк обязательно оставляйте в комментариях будем рады приспособиться и все-таки адаптировать его под ваши запрос ну что виталий эта неделя если говорить о самых значимых фундаментальных событиях нас ожидает куча всего по британской экономике и соответственно фон будет героем этой неделе я надеюсь по движениям все совпадет с теми ожиданиями которые вот со своей стороны сегодня я хочу озвучить поэтому если кстати у тебя будет тоже какое-то видение по фунту сегодня будет интересно послушать свою точку зрения тоже заседание банка англии в этот четверг также будет статистика по активности в секторе производства в секторе услуг данные по ручной продажи мы торговой сессии в пятницу и завтра буквально за день дом заседания банк англии нашему вниманию будут представлены данные по инфляции сша то есть это очень важный указатель спекуляции которые на рынке появились о том что банк англии может пойти прям совсем далеко и задрать ставку возможно до самого высокого уровня среди всех разных стран они как раз основаны на том что это вынужденная мера потому что инфляция остается самым высокой среди всех разных стран и завтра как раз будет крайне интересно посмотреть за тем что произошло с инфляцией в прошлом месяце потому что если мы увидим значительный например снижение во что я правда не верю индексы потребительских цен то тогда на заседание в четверг риторика британского регулятора может быть уже не такой жестко как ожидают эксперты вот хорошая аналогия с тем что было на прошлой неделе когда сначала вышел отчет по инфляции в сша и потом из-за того что инфляция резко снизилась американский регулятор сделал отсылку на то что ну да есть прогресс в снижении инфляции поэтому как мы помним он оказался от идеи на текущем этапе дальнейшего повышения процентной ставки и касательно доллара если говорить еще одном важном фундаментальном событии это вступление power power в конгрессе это полугодовой доклад по сути по результатам проделанной работе ну конечно же ему придется коснуться также и того какие изменения политики будут осуществляться дальше с учетом вот актуального новостного фон поэтому сегодня давай демонстрации как раз это традиционный инструмент с которого я начинаю анализировать рынке практически каждый день индекс доллара текущей котировки 102.16 повторю что я уже на протяжении многих месяцев посторонних того что он индекс американской валюты должен снижаться должен тестировать лоу локальный минимум должен обновлять многомесячные вот эти минимальные отметки и я не отказываюсь от своей идеи потому что считаю что после заседания которое состоялось на прошлой неделе ну во первых мы получили первый очевидный сигнал того что политика американского регулятора может очень быстро измениться отказ от повышения процентной ставки сейчас я признаю это вовсе не означает то что американский регулятор дальше не будет повышать все зависит от экономических условий легко например если вентиляция скакнет фрс может вернуться снова к идее активного повышения процентной ставки и тащить ставку уже к пяти пяти процентам и так далее но все начинается с малого поэтому то что ставка раньше росла и сейчас резерв приняли решение сохранить статус код тоже очень многое значит и я допускаю что если фундаментальный фонд будет ухудшаться анализируя последующие макроэкономические данные резерв может вот эту паузу развить в полноценное завершение текущего цикла ужесточения монетарной политики поэтому я сторонник того что индекс доллара с учетом текущего фундаментального фон может легко уйти ниже жду на этой неделе отчет по первичным заявкам на пособие по безработице и жду выступления а паула очень надеюсь на то что а паула на во время своего доклада все-таки будет придерживаться такой выжидательной позиции выжидательной тактики не кинет опять же в рынок новости о том что пресса рассматривает возможность повышения ставки в июле то есть если такие комментарии останутся где-то там за бортом то соответственно доллар может перейти к снижению уже по итогам его первого выступления в палате представителей то есть во время завтрашней американской торговой сессии ну даже сейчас мы видим что постепенно индекс доллара это часовой тайфрейм разворачивается это конечно же как а срочная динамика которая может очень быстро смениться но я сторонник того что доллар должен все-таки торговаться ниже чем текущее значение потому что на мой взгляд сейчас лучше пытать удачу в рисковых инструментах и американский фондовый рынок например явно этого подтверждения но в американскую фонду я не лезу опять же есть евро есть британская валюта инструменты которые предсказуемо растут и я считаю что вот эти тренды роста евро и фунта они на ближайшей там неделе возможно прям несгибаемый поэтому в отношении индекса доллара я топлю за идею закрепление этого инструмента ниже 102 пунктов и соответственно потом движение еще ниже по британской валюте 12778 ранее я уже рекомендовал рассматривать он с целями 128 по сути цель мы сделали но учитывая что достижение этого целевого ориентира произошло еще до заседания банк англии я думаю что потенциал роста еще сохраняется банк англии на мой взгляд в этот четверг повысит процентную ставку но мое ожидание отличается от рыночного консенсуса я считаю что повышение ставки может быть сразу на 50 байсных пунктов и завтра кстати от инфляции я не жду какого-то чуда то есть значительного снижения индекса потребительских цен может быть мы увидим значение не 8 и 7 как это было два месяца назад а 8 и 6 процента и совершенно не удивлюсь кстати если индекс потребительских цен окажется на более высоком уровне 8 и 8 и 9 процента потому что отчет по рынку труда англии который вышел на прошлой неделе там был компонент роста зарплатных плат зарплаты существенно увеличились и мы знаем что зарплаты напрямую влияют на показатели инфляции поэтому не вижу особых условий из-за которых британскому регулятору можно было бы успокоиться на данном этапе и отказаться от идеи дальнейшее повышение ставки кстати аналитики блумберг считают что банк англии в этом году поднимет ставку до 6 процентов напомню что сейчас на четыре с половиной процента процента полтора процента до конца этого года это фактически означает что на одном или на двух заседаниях банку англии нужно будет поднять ставку на 50 байсных пунктов цели виталий не знаю разделяешь ты или нет оптимизм отношения риска но по фунту я верю в сопротивление психологическое 1 30 кстати на своем брифинге и вебинаре допускал возможности роста пары фунт доллар до данного значения уже концу недели так и рынок нефти здесь 76 долларов за баррель восстанавливаемся впереди на графике сейчас видно а уровень который нужно обязательно ломать это примерно в районе 7 76 50 и после точнее от того насколько успешно пройдет тест этой границы зависит сможем ли мы выйти уже дальше в зону там 78 78 50 и выше я оптимист в отношении рынка нефти потому что продаю доллар и считаю что сейчас уже самое время закладываться под неизбежный факт дефицита предложения на глобальном рынке особенно в свете последнего доклада от международного антического агентства где ожидается значительный рост спроса на них на фоне снижения предложения в июле напомню что саудовская аравия еще срежет 1 миллион баррелей со глобального предложения что может обеспечить просто брендов район 80 и выше виталий слова тебе так всех приветствую ну в принципе согласен с тобой по рынку по поводу ставок фрс уже в принципе закладывают на ближайшем заседании где-то 75 процентов да показывает то возможно повысит ставку на 0 25 процентов очень внимательно конечно нужно следить за показателями которые будут пятницу ну и в дальнейшем там по инфляции так далее да я и она уже подскажет но скорее всего будут поднимать это если касается доллара но в сумме конечно вот эти ставочки которые в сша в британии в европе да они очень большие на чем рынок растет фондовый непонятно да потому что он должен где-то грохнуться но вопрос когда она по таком формате так ну давайте конкретно перейдем к рынку что я говорил прошлый раз давайте ты индекс доллара затронул я по евро доллару пройдусь так по евро доллару прошлый раз я говорил что и советовал покупать евро доллар с целями 1 08 1 0 9 1 0 9 мы сделали и дальше я говорил что я буду смотреть что будет рисоваться так как я ожидал что вот вот этот рост который идет по евро он я думал что он коррекционный и дальше мы пойдем на 1 0 5 но смотря как мы выросли да какой мы рост показали он явно смотрится не коррекционным каким-то таким импульсным и поэтому я не исключаю что евро доллар дальше будут расти да в принципе какие-то по индексу доллара поэтому евро я бы дальше покупал секущих плюс минус с целями 1 10 да и возможно выше там уже по факту посмотрим если нарисуется какая-то другая картинка то будем по-другому думать я еще думал как вариант утром сегодня что евро скорректируется более глубоко потому что если посмотреть там на австрийский доллар на новозеландский доллар они скорректировались достаточно прилично по сравнению с теми максимум которые мы показали на прошлой неделе да мы ушли там где-то в среднем на 100 пунктов евро пока на месте да поэтому не исключая какую-то ловушку ну вот допустим вот смотрите там за да я так скорректировался прилично вот австрийский доллар тоже прилично поэтому по евро тоже такой вариант возможен но пока работаем в сторону тренда посмотрим что дальше будет рисоваться по поводу фунта возможно ли 1 30 в принципе да если глобально смотреть что у нас пошли пошло сильное ослабление сильное доллара то в принципе такое возможно пока здесь как и по евро маленькое накопление но в принципе смотрится по тренду но я такие маленькие накопления не сильно люблю торговать но пока согласен что здесь приоритет работать по тренду дальше я еще прошлый раз говорил по золоту что я вижу покупки но пока это золото как-то болтается в боковике достаточно долго даже пытались уйти вниз но это как оказалось сложно я пока работаю по золото и дальше продолжаю работать в лонг с целями локальные 1980 вот эта зона и возможно 2000 2000 там с копейками да и там же по факту посмотрим потому что золото единственное кто отстает допустим от евро доллара и от индекса snp 500 snp показала рост хороший евро тоже в принципе за последние две недели показала рост а золото пока в боковике таком и конечно нужно понимать что может быть такая темная лошадка которая бывает такое с инструментов которые все идут там условно какую-то сторону один инструмент по как по какой-то причине идет в обратную сторону то есть он пока все растут он накапливает боковике потом в обратную сторону такой вариант я тоже не исключаю но пока мы ниже 1940 уровня поддержки и в этом импульсе который был на прошлой неделе я бы работал в лонг как уже сказал по целям да дальше что интересно по нефти если вкратце такое ощущение что мы пытаемся протестировать вот эту верхнюю область сопротивления в районе там 78 плюс минус возможно мы туда дойдем а дальше я буду смотреть что здесь будет рисоваться в этой области ложный пробой какой-то да и мы дальше будем глобально падать сильно вниз или или будет истинный пробой да и мы улетим наверх то есть в этой области я уже буду там принимать какие-то решения более важные то есть вот этот боковик который у нас полтора месяца то есть мне интересно что возле верхней и нижней границы будут рисоваться чтобы принять какое-то решение дальше по рынку криптовалют я последние два обзора обзора на своем канале советовал покупать мы локально скорректировались ну и возможно скорректируется ближайшие дни эфир кто торгует эфир у нас в принципе был отбой на прошлой неделе возле 200 средней скользящей и у нас здесь рисуется возможно потенциал для коррекции в район там 1800 1900 возможно 2000 по данному инструменту если будет эта коррекция все-таки и дальше нужно наблюдать это будет коррекционное движение как вот в прошлом месяце или это будет новый виток роста то есть нужно очень внимательно следить ну и конечно будет ли этот коррекционный рост или мы свалимся с текущих поэтому соблюдаем риски если покупаем то со стоп лоссами так ну еще в двух словах я очень активно последний месяц советую покупать доллар рубль и юаня рубль они неплохо идут наверх и у меня ощущение что он дальше пойдет допустим доллар рубль вверх возможно протестируем там 80 дальше 85 86 и выше потому что мы пробили максимум весны то есть апреля 83 с половиной и идет такая проторговочка возможно с этой проторговочки мы уйдем дальше наверх поэтому доллар рубль я бы пока рассматривал на покупку виталий спасибо тебе за рекомендации ждем тогда события которые проговаривались опять же это заседание банка англии и еще куча статистики по конец недели выступление паула в конгрессе несколько фундаментальных триггеров которые точно раскачают финансовые инструменты все буквально за которым мы сегодня с тобой следили через неделю тогда подведем итоги уже обсудим снова как что изменилось стоит ли отказываться от прежних торговых рекомендаций вообще пересматривать свое отношение к доллару и так далее тебе спасибо большое что подключился наше время тоже хорошего трейдер на этой неделе хороших выходных и до скорых встреч все пока удачи всем